МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, Лидия Станиславовна. Здравствуйте. Организация, конечно же, знакома абсолютно всем. Мне кажется, организация известна не только в городе, но и за ее пределами, поскольку она регионального масштаба. Но лишний раз, мне кажется, будет не лишним напомнить о деятельности организации. Да, с удовольствием, да. Сейчас я немножко пробегусь по итогам, чтобы люди представляли, что, чего и как, чем мы занимаемся, хотя все знают. Затрону такую тему, как очень серьезная остерилизация, и пойдем дальше о наших проектах, ну, и о положительных, отрицательных моментах. И, ну, поехали, да? Да, с итогов. Да, с итогов. Итоги 2018 года. Год был трудным, тяжелым, насыщенным, напряженным, но мы не останавливались ни на день, ни на час. Мы продолжали нашу основную деятельность. Это спасение бездомных животных с улиц нашего города, стерилизация, вакцинация и пристройство в добрые руки. За 2018 год было пристроено 518 животных, в том числе кошки, котята, собаки, щенки. Они все обрели такое количество вот животных, новых хозяев. За неполные три месяца уже нового года уже 66 животных обрело дом. Это много. 13 кошек, котов, котят, 13 собак, извините, щенков, 53 пушистых хвостика. Это коты, котята и кошки. Все стерилизованные, привитые. Кастрировано и стерилизовано 80 животных. Это помимо наших животных, которые непосредственно в нашей организации, это животные кураторские, это животные с дач, это животные из подвалов, это животные из гаражных обществ. О них заботятся кураторы, мы им помогаем. А общее количество, чтобы вы представляли, почти за 6,5 лет перевалило за 3000, это уже пристроенных 3316. Достаточно серьезные. Это очень... Цифра такая, да. Да, это такая цифра, которая, да. Спасенные, скажем так, спасенные животные. Это спасенные животные, да. Ну, будем говорить так, мы гордимся этим. Ну, безложный такой вот. Потому что, общаясь с зоозащитниками России, мы понимаем, что... Далеко не везде такая работа. Далеко не везде. Ну, там свои методы, но это отдельный вопрос, да. Сейчас хочу затронуть наши проекты, которые продолжаются. Это уроки доброты, которые мы проводим в школах. Мы вышли, кстати, в садики. Вот нас недавно приглашали. Очень интересный проект был. Совместно с детским садом «Жемчужинка», где проходили встречи, семинар воспитателей дошкольных учреждений. Мы обменялись опытом. Было очень интересно послушать, как воспитатели доносят до малышей вот те частички добра, что такое хорошо, что такое плохо, как помогать, как спасать. Это было здорово. Реакция таких маленьких детей совершенно. Очень, очень здорово. Это все театрализовано, это все с песнями, это с постановкой. Это нам очень понравилось. Но, естественно, мы пришли тоже со своими историями. Воспитывать добро нужно. Да, да, да. Очень понравилось, да. Также продолжаются такие встречи, как «Дни открытых дверей». Тоже хочу заострить внимание, что это полезные такие мероприятия. Туда приходят семьи, мамы, папы, дедушки, бабушки. Там встречаются молодежь. Хочу объяснить. Вот порой иногда человек не может найти контакт где-то. Он одинок. Ну, в каком-то плане. Вот молодежь одинока. Мы видим, что она одинока. Здесь можно встретить родственную душу. Здесь можно общаться, даря тепло животным, помогая как бы нам, волонтерам, и приобщаясь к волонтерству, и в то же самое время найти единомышленников и себе друзей. Это очень здорово. Поэтому мы приглашаем, но обязательно по звонку, обязательно заранее согласовать. А теперь вот давайте поговорим о таком основном вопросе, который вот я очень хочу затронуть. Это стерилизация. В тысячный раз призываем граждан нашего города хватать своих животных, кто еще не стерилизован, записываться на стерилизацию. Весна пора ужасная для хозяев. Да и не только для хозяев, но и для зооволонтеров. Когда коты начинают орать, когда кошки мешают спать, когда собаки убегают, сбиваются на улице, все. Это несложно. Несложно. Сложнее потом пристроить потомство. Это ответственность. Это ответственность. Уважаемые граждане, стерилизуя своих домашних животных, вы не допускаете появления на улицах города бездомных. Вы же что делаете? Ну я не говорю, что огульно, что это все. Нет, это не все. Ящики, коробки, в подъезды. Ну это как, это творится беспредел. Это щенки, это явно домашние, это котята. Еще так, да. Да, пожалуйста, звоните в ветклинике, обращайтесь, записывайтесь. Затем мы призываем кураторов дворов, неравнодушных граждан, не смотрите на вашу приголубленную кошку в подъезде, которая живет у вас там который год, и вы ее кормите, и она вам рожает котят, а потом вы хватаетесь за голову, куда? Ой, у нас тут кошечка родила. Заберите, что нам делать? Плохие соседи могут вышвырнуть. Кстати, вам, наверное, приносят очень много животных. Да, вот хочу заострить, да. Сейчас закончу мысль о стерилизации. Заранее позвоните нам, спешитесь с нами, мы поможем в стерилизации ваших подкорм, прикормленных животных. Они проживут долгой счастливой жизни, и не будет того вот страшного больного потомства. Да, хочу заострить еще раз внимание, что мы, организация Кот и Пес, мы не приют. Огромная просьба не привозить и не приносить к нам под двери щенков-котят с просьбой забрать. Мы нашли, привезли. Нам некуда их поставить на передержку. Физически некуда. Просто некуда. Мы вам расскажем, как помочь, механизм действия, как все это сделать. И есть шикарные примеры. Люди стали брать на передержки, одиночные такие передержки. Как бы нашли животное, спасли, стерилизовали, привили, вылечили, пристроили. О, получилось. Не страшно. Это тоже такая волонтерская помощь. Да. Значит, в следующий раз этот человек подумает, я могу это сделать. Вы понимаете, это в силах каждого человека. Почему? Потому что это сейчас, это вот кажется, ой, проблема куда я? Его дену как что? Стоит только, ну, вот начать, попробовать. Мы не призываем там вот это вот все там собирать. Нет. Помогли, потом вы можете помочь в следующий раз. Спасибо вот людям, которые отозвались. И это как бы простые люди наши граждане. Но очень плохо, когда люди что делают? Такой пример. Они где-то на дачах прикармливают, в соцсетях выкладывают. Ой, там... Заберите. Нет, заберите. Водят туда детей, прикармливают. Прикармливать хорошо. Зимой кормить. Но, товарищи, вы раз расплодили потомство, раздали, пристроили непостерилизованных. Сейчас у вас появилось снова потомство. Ну, вы такие, ой, они такие мимишные, они выросли. Мы снова их пристраиваем. Это не есть хорошо. Это есть очень плохо. Когда вы плодите там и думаете, что это вот все... Начинается стая бродячей. Конечно. Стерилизуйте мамку. Все. Будет вам счастье. Вот. Вы говорите, вот люди уже стали, слава богу, не бояться. Брать, спасать. Да, да, да. Ну, это такие временные волонтеры. У вас же есть на постоянной основе волонтеров. Хватает ли вам вообще рабочих рук? Вот. Да. Это такой вопрос. Идет смена поколений. Очень много подростков как бы оперяется, улетает. Нам нужны... Нам нужна очень молодежь. Крепкая, активная, как с руками. Так. С добрым сердцем. С добрым сердцем. Нам нужны редакторы. Нам нужны дизайнеры. Почему? Потому что нам нужно очень... Нам нужны видеомонтаж делать. Очень много проектов. Нужно очень... Все это... Мы не успеваем. Идей много. Идей много. Идей много. Надо их воплощать. Да, 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 да. Просим в наши ряды. Знаете, почему, ребята, молодежь, студенты, школьники, вы научитесь, первое, общаться. Вы научитесь работать в команде. Вы подарите добро свое тем бездомным животным, которые нуждаются. Вы можете реализовать свои способности какие-то в чем-то. У нас ведь не только можно убирать вольеры и там клетки. Ну да, потому что вы сейчас подумаете, что надо убирать там за кошкой. Это же более разноплановая работа. Конечно, конечно. Вот редакторы, дизайнеры. Вот приглашаю. Вот нам сейчас нужно делать афиши. И афиши, плакаты. И, в общем-то, мы готовим новый проект, фотопроект. Ну, когда он выйдет, мы, естественно, об этом осветим. Вот. Также мы готовим, как всегда, нашу весеннюю выставку в конце апреля, пока не определились еще с числом. Потому что мы не знаем, когда тут снег сойдет, когда будет тепло. Ну, это может быть еще спецназ. Да, да, да. Естественно, готовим 9 мая. И спасибо вам всем благотворителям, которые нам помогают. Низкий вам поклон. Без вас мы бы не смогли существовать. Ну что ж, спасибо всем тем, кто помогает организации Кот и Пес. Всех желающих волонтеров. Организация ждет. И я напоминаю телезрителям, что у нас в гостях была Лидия Станиславовна Щербакова, председатель региональной общественной организации помощи бездомным животным Кот и Пес Ульяновской области. Спасибо вам огромное, что пришли к нам в студию. Всего доброго. Всего доброго. Ну, хвостики вас ждут. Хвостики. Приходите. Приходите. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова